Всем привет, продолжаю за Ассирию играть сетевую партию в Old World. Разбираемся, как тут вообще мультиплеер работает, но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала, а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И пожалуйста, напоминаю, не забывайте делать клипы к серии и кидать ссылки в комментарии. Приятного продолжения просмотра. Ну в фига себе 10 минут. Вы точно хотите на среднем играть? Так, травницей, благочестивой. Давайте благочестивой сделаем ее. Вообще мне бы еще железо накопить, потому что явно апгрейд в когорту железа будет требовать. Так, перст, я так не понял, ты мир принял или тебе не пришло даже? Не принял, я не принял. Почему мне такое не сообщается, что типа отказано что-то? Хоть какое-нибудь сообщение бы пришло что-ли. Неужто перстопадать будет? На 5 юниты не ходят. Опа. У меня лагает. А, это война к Арфагену так залагала? Ну, неплохие лаги. Блин, ну хреново. Тебе зависит, конечно, от моих амбиций, какие там будут еще. Ну, эту-то я выполню. 50 городских постройок это прям 100%. Ну, давай, ну. Да, короче, я не знаю, как вы там воевать будете. Неужели? Просто, не знаю, 15 секунд переходовочка. Ну, да, что-то влагает сильно. Да, да. Там все судорожно кликать, наверное, перст и Арфаген начали, и все. И теперь все такое. Из-за этого я не мог просто войну объявить даже. Тут у меня кнопка, конечно, с 10-го раза. Так, давайте вот тут Одиом. Полководца назначу. Ну, и с другой стороны я тут должен все видеть. Интересно, конечно, перст объявил войну Арфагену. Всю армию около меня держит при этом. Ну, то есть там какие-то войска есть около Арфагена, но такое. Ну, приоритеты расставляют. Ну, так сейчас перст какую-нибудь амбицию захватить пять городов выполнит. Ничего, что мы все слышим. Да, ну, вот, конечно, вот тут высаживаться сразу будет... То есть вот он, конечно, тут держит, но мне достаточно здесь высадиться, и вот эти города, скорее всего, падут. Что у нас по силе? Перст сильнее, эти все слабее написано. Блин, может вписываться за Арфаген? Не знаю. Мне кажется, без анаграф тут нету смысла начинать. У меня еще куча приказов. Кого я хочу... Ну, давайте еще раз Египет. Ой. Внедрить шпиона. Египет глянем. Так. Посол. У меня, по-моему, тут все семьи зашибись, да? Так что, ну и восстановить... Чеканка монет еще не открыта. Что послом я делать... Вот, то есть канцлером ничего не могу, а посол... Синод, наверное, нафиг надо. Хотя можно еще повысить. Давайте еще синод проведем. То есть, может быть, еще... Еще сильнее будем... Счастье. Так, что... Что вообще по религиям? Зороастризм 8 городов. Это чисто, наверное, Египет. У меня иудаизм 12 и 4 в других. Христианство 6, манихейство 5. Вот у меня, кстати, иудаизм, очевидно, на... Перса очень неплохо распространяется. А у меня, кстати, в серии никакая религия вообще другая не должна распространяться, кроме моей основной. Да, приказов что-то дофига. Так, ну вот и восьмая амбиция завершена. Да. Кстати, еще мне не показывает... А, не показывает, потому что у меня нету больше пока амбиции. Как бы мне сразу две амбиции взять, интересно было бы. Судью давайте. О, выбрать амбиции. Есть такое. 5 чужеземных городов, 10 старших специалистов, 2 святыни. Вот это, к сожалению, никак не получится, 2 святыни, потому что это просто... Скорее, 10 старших специалистов скорее получится. Причем 3 уже есть. Ну... Ладно, давайте. Когда-нибудь это случится. О, пошло. А у меня все еще нет. Так, мне храм предлагают тут строить. Ну, кстати, почему нет? Но все, конечно, ходить будет ужасно медленно. 10 старших специалистов. Для меня в всех храмах надо сделать старших. Монахов, или как они там называются. Храмы точно везде надо строить, потому что минус к несчастью. Так, это я здесь крепость построил. Тоже уникальный юнит. Но анагры... Важнее пока анагры построить. Катит цитадель тоже можно. Что-то, давайте цитадель построить. Это еще более... Что такое ужасно? Да, вот интересно, это от нас зависит, типа, что... Между нами какая-то связь, или у них там что-то? Хотя, блин, кстати, и суд бы было бы неплохо. Может, сначала надо было суд... Ну, с другой стороны, тут на цивике ничего не делаю. Сразу четыре приказа, там, вырубить кучу дерева. Ну, у меня пока нет возможности останавливать ферса. Перс, стой. Леша, у тебя есть возможность останавливать ферса? Есть, но я вот как представлю, что вот в такой ситуации... Ну, как бы, с такими лагами воевать, я даже не знаю, это какой-то рандом получится. Так, это я гарнизон тут сделал? Есть какой-нибудь? Понял тут, сейчас перс всю еду скупает с рынков. Класс, у меня еды 7 тысяч, надо ему попродавать. Я не знаю, я посмотрю, когда играю, у меня куча еды, я не понимаю. Я вроде не строил сильно много ферм. Наоборот, я дофига строю деревень, которые как раз еду потребляют. Я не знаю, почему так много всегда. Ну, в данном случае, правда, у меня тут сетей много, конечно. Ничего не скажу. Ну, они же при этом там еще и золото дают, то есть их не строить вообще нет смысла. Так. Я просто думаю, куда мне лучше идти храм строить, в первую очередь. Наверное, все-таки сюда, потому что тут уровень несчастья выше. Поэтому сюда перейдем. И заодно вылечимся немножко. Так. Деревню можно еще одну поставить. Давайте вот здесь. Так, наверное, стоит все еще шахты тут строить, потому что у меня самый низкий прирост именно железа. Трафоген, как быстро припадешь. Блин, тут Карфогену вообще нереальные войска привезти. Так, надо не к Карфогену приводить войска, а на перса нападать. Причем, мне кажется, это даже скорее греку надо делать, потому что вот... Ну, вот это в центре перс поставил города на месте греческих городов. Скорее на месте Карфогенского. Угу. И тут я держу позицию, чтобы просто никто не занял эту позицию. А что ты не занял? Ага, и этот город вообще никак не удержил. В смысле, никак не удержишь? То есть ты так, исходя из того, удержишь, не удержишь? Да. Так, архив. Ну, это лучше, чем если кто-нибудь займет тот город. Давайте. А, тут уже есть старший этот. А, больше мне тут негде делать, да? Опа. Интересно. Ну, давайте. Блин, нет, а на агры как-то долго... Это у меня... Монасты... Блин, так тут надо было быстрее монастыря. Ладно, вот тут нам нужно, наверное, апостола построить. Еще одного. Там войны... Эти очень долго строятся. Стоим. Чтоб этот город удержать, нужно сюда много вообще чего привезти. Тут встану пока. Стоим. Да, мне кажется, там перс какую-то эту ачивку выполняет. Тут вопрос, просто успею ли я 10... Ну, ачивку я имею в виду, амбицию. Успею ли я... Все сделать. Ну, то есть, вот мне две амбиции осталось до победы, по-хорошему. Захватывать кого-либо. Ну, конечно, у меня можно было взять амбицию захватить пять городов Египта, но мне кажется, что я старших специалистов быстрее сделаю. Например, последним взять амбицию пять городов Египта. Плюс еще ждем более крутые юниты. Не знаю. Сколько там у тебя... Ну, какие и сколько армия перса. Так, царь больше не болен. У меня жена скончалась. Ну, вот. Я думаю, некоторые удивляются, почему я в военных городах не строю юниты. Во-первых, архивы просто сами по себе дают науку, чтобы быстрее когорту открыть. То есть, у меня, скорее всего, следующим ходом когорт откроется, а не через два хода. То есть, это меня усилит. А я вижу, что, например, персвити, лучник, лучник, анагры в тех городах, где я заселился и вижу, что он там делает. Конечно, все опасненько. Так, ну, вот здесь, наверное, имеет смысл тоже анагры строить. Потому что завершение архива, видите, дает не просто плюс два вход, но и плюс 15 науки одномоментно. А, кстати, когда у нас столица легендарной станет? Три хода. Так, и... Ну, то есть, это последнее чудо. Надо бы, конечно, будет использовать. А что-то все в одну клетку. Как будто дороги нету. Как бы считается, это соединено. Может, все-таки дорогу тут провести? Так, тут надо... Одион. Здесь сразу повышение против раненых. Давайте против раненых. Так, мы у кого-то игру слышим. Так, храм здесь давайте. Ну, мне сразу уже предлагают... А, это для следующей... Чувихи. Ну, давайте... Тут у нас со всеми семьями, в принципе, 4,2 минус 2. Ну, давайте вот этого Ашурдана-младшего. Поприятнее выглядит. Так, сети есть. Гарнизон. Кстати, в каких у нас городах можно... Только здесь. Но у нас нету никого доступного. Видите, все используются. Хотя, может, кого-нибудь с генерала взять? Наверное... Например, вот этого. Давайте вот этого я пересажу с генерала пока в губеры. Ана-агры. Ну, продолжаем. Не знаю, тараны или тараны. Ну, блин, тараны это конкретно вот на... Это уникальный юнг, хотя Сирии, но это конкретно против города. А если на меня нападать будет, то Ана-агры лучше. Поэтому давайте лучше Ана-агров строить. Кстати, у меня начинает не хватать камня. Мне, может, на чудо камня не хватить на самом деле. Архив. Ну, потому что я вот тут кучу всего строю вот этого. Это, наверное, форум. Блин, мне надо реально... В первую очередь храмы и... Монастыри в городах с священнослужителями. А я там их нету почему-то. Так, что у нас тут по силе? Сильнее. Блин, у меня уже Карфаген пишет намного слабее. А, и уже один город захвачен. Ну, сейчас когорту открою. Наверное, надо повоевать с персом. Похоже. Тем более приказов так много. Тем более там убийство юнитов будет добавлять приказ. Ну, я думаю, что... Кстати, вот тут, наверное, тоже нету смысла стоять уже. Кстати, у меня военных очков мало для апгрейда юнитов. Они же еще и военные очки требуют. Чтоб апаться. Ну, у него рукопашных вообще нету. У него вот эти стреляющие, например, да, 6 сила. Это противокавалерийские. Ну, то есть, кстати, у меня то, что рукопашные, вот против этой группировки должно быть норм. Единственное, я вот думаю, куда мне лучше... Если бы Ирина пришел 15 минут поиграть. Ну, у него там... Мне кажется, сложная ситуация. Ну, хоть как-то посопротивляйся. Сколько у него городов осталось? Четыре города? Нет. Пять городов осталось. Пять, пять. Пять городов, да. Ну, то есть, у него всего шесть было? Маловато, кстати. А, Грек, так ты даже расселился на территорию Карфагена? Ничего себе. Ну, чуть-чуть. Как чуть-чуть? Три города? Два. А, два. Да. Ну, он своей территории не занял пять городов. Или ты Данов уже занял? Данов вот сейчас, в данный момент занимаю. Тут Грек подселил Карфаген, короче. Да, мне кажется... Да там просто через пролив, там, пять клеток до города, до столицы. Что-то очень не знаю. Там еще пространство есть. Мне кажется, там... Сейчас я до конца внедрю шпионов в Карфаген и увижу. Мне кажется, там есть еще место Карфагена. Там есть одно место, где он вроде его расчистил, но город пока я не вижу. Ну, я понимаю. Но у нас вот как бы вот это вот разделение проливами, это, собственно, вот наша территория. То есть, общая только вот тут в центре. Получается, что через пролив ты как бы не на свою территорию, ты, грубо говоря, подселяешь. Поэтому у Карфагена не было места для развития, если уж так прямо скажем. Как ему надо. Ну, конечно, надо было, может, в центр быстрее ставить города. Вот Суза, это точно Карфагенский должен был быть город. Суза, это... Суза, да. Точно. Ну, то есть вот... Там вниз, вправо от Суз, там два места, где, по идее, тоже должны быть карфагенские города. Тоже 8 из 10. Вот, да. 50 лобан. Ну что, вот у меня следующая амбиция контролировать 10 старших специалистов. Это легкая. 9 из 10. Старших. В смысле, у меня вообще нету еще... То есть, как... Это каждый специалист третьего уровня, понимаете? Да, да, да. Ну, это легкая. Не так сложно, да. Ну, это сколько ходов сейчас надо это делать? Ну, слушайте, серьезно, легкая. У меня уже несколько есть, по-моему. Парфагенка. Конечно, вы там сидите, армию не строите, уик. Тут он... Я просто думаю, у перса как раз амбиция... Сколько там городов захватить? Плюс он сейчас возьмет, ну... С развитой культурой и... Там у Карфагена, по-моему, какое-то чудо было... А, три. Они поменялись. Если захватываешь культурный город, то он падает до нулячего уровня. А, да? Он как обычный город приносит одну очко, как только построен. Но мне кажется, это неправильно. В смысле, как типа... Типа захватил город, и он всю свою культурность потерял? Ну... Не до нулевого. Или ты перс разрушил? Для захватчика, для нулевого. Он заново начинает культурой растить. Мне кажется, это неправильно. Ну, он построен как-то остается. Можно... Если хотят какой-то штраф, то можно было бы сделать, чтобы он, например, на уровень снижался хотя бы. Ну, просто прям до нуля. Это, по-моему, странно. Ну, я не знаю. Перс, по идее, сейчас захватил один город, но у него нет ни одного слабого города. Он еще не захватил, потому что два года захват у него идет. Ну, у меня какой-то... Уязвленный, наверное, я не знаю. Короче, у нас какие-то сейчас, возможно, приключения ждут нашего царя. Ой, ждем, как-то бы отлагало. Мне вот интересно, опять же, от чего это зависит. Это у них сервера, или у нас у кого-то соединение? Я думаю, это просто плохая оптимизация под мультиплеер. Так, 10... Наверное, науку надо брать. Ну, приказами точно некуда девать? Цивики пока тоже. Чем дальше, тем хуже. Давайте науку возьмем. Это мы когорту сейчас откроем прям сразу. И заодно посмотрим, сколько там военных очков требуется. Ну, кстати, я могу, по-моему, провести... Да, сплотить войска. И 610 военных очков получу. Давайте вот эту фигню... Ну, еще один будет. Сделаем. Ну, Перс, конечно... А, это все-таки был... Карфагенский город, который... Слушай, а вот смотри, Египет, мне... Ну, я сейчас шпионом открывал твою территорию. Мне написано, успешно проникает на территорию соперника, но выдает себя. Тебе как-то вообще сообщается, что типа я... Ой, сейчас посмотрю. Если бы я смотрел все эти уведомления... Итоги хода. О, минус 2. Видите, каждый курс был минус 1? Улучшил отношение к судоизму, минус 2 стал. И я не вижу ничего такого. Ясно. Давайте перейдем. Ну, а, ну, а минус легитимность. Ну, минус 1 легитимность, да. Ну, мне кажется, классно было бы сообщалось, что типа вот... Такая-то цивилизация внедряла к вам шпиона. Ну, я просто куплю камень для чуда. Сколько у нас тут осталось до следующего уровня? Ну, я тут увидел на территории интересного. Ну, просто города, где все. У вас сет красивый. Ну, да, я согласен. Там просто все, что есть, у меня все в асетах. Блин, ярмарки строишь. А так у тебя денег нету? Ну, деньги не бывают лишними, особенно, потому что у меня ресурсы заканчиваются. Так, в Киркамише. Наверное, бараки буду строить. Потому что военные очки нужны. Нет, казарма, стрельбище. Мне долго сюда возвращать лучников всех этих. Буду... Так, тут гарнизон, пожалуй. Ну, рядом с бараком, понимаете. Они тут друг на дружку влияют. Так, это мы здесь суд сделали, да? Ну, крепость, я думаю, нет. Здесь вообще, наверное, можно уже валить отсюда этим рабочим. Давайте, наверное, вот сюда. Вот сюда, наверное, казарму еще одну строить. Ну, вообще, давайте, кстати... Каменоломни. Уже начало не хватать немножко. Так. Монастырь вот здесь. Потому что рядом с этим должно быть... С плантации. Вроде не так много юнитов у перса. На твоих границах. Или я просто не все вижу. На моих? Ну, да. Вот эти могу точно сказать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, шестнадцать, шестнадцать, восемь, девятнадцать. А, это просто не все вижу. Сейчас смотрю тут, где пять юнитов. Сюда выйду. Сюда выйду. На случай, если опять варвары попрут. Так. Блин, не посмотрел, сколько апать в когорту стоит. Сто двадцать военных очков. Видите, пока одного только. Даже у меня не с железом проблемы, потому что двести железа, а именно с военными очками, скорее. Архив. Так, давайте анагры. В Немруде архив. Пока военные долго. Давайте форум. Казначейство. Знаете, монахи. Ну, мне надо же как-то выполнять эту амбицию. Я считаю, через монахов лучше всего. Так. Бесплатный придворный министр. Образование. Библиотеки откроются. Купальни. Баллисты. И сюда будут, очевидно, апаться. Или не будут апаться в баллисты. Так. А во что апаются вот эти анагры? Блин, здесь, наверное, надо смотреть. Где они вот? До Петрарии. Нет, значит, не... Ну, не знаю. Наверное, взять бесплатного придворного министра. Так. Законов у нас тут никаких нету пока. Возможных к принятию. Видите, 48. Ну, это на самом деле, потому что я юниты строю в городах. Поэтому я и провожу вот эту... Сплотить войска, чтобы больше военных очков получить. 55 лет. А как у меня наследница вообще? Мудрая, харизма. Только минусница. Нормально вообще. Мне нравится. Высокая. Два года. Легендарная будет. Ну и как раз там, по-моему, 400... Цивиков требуется. Блин, 5 лет. Слушайте, а если я... Три года. А если кто-нибудь два года, чтобы... Три года, три года. Сколько там? 400 цивиков, по идее. Да. Ну, надо будет вставить. Парфенон. Написано, что все походили, но... Ну, где написано? У меня имя зеленое, вон, говорит. Я не походил. Как ты смотришь, расскажи. Не, я посмотрел на религии. Там тоже просто пять человек и все. В другом порядке. А у меня, кстати, четыре. У тебя пять, наверное, потому что ты этот... Паганизм свой, этот язычество персидское основал. Ну, конечно. Ну, а я без язычества, между прочим. Ну, без шранов играл. Да. А я как-то... А я не успел просто. Я что-то не знаю, что делаю. У меня практически, ну, очень быстро иудаизм появился. Я думаю, а нафига мне святилище? Ну, там бывают полезные бонусы. Я, правда, только одно поставил. Да, полезные... Да, согласен. Я бы поставил, если бы они действительно на что-то у меня там работали. Но так получилось, что ни на что. Блин, дипломат скончался. Это губер. Так, минус четыре культуры не хочу. Вот, плюс одна культура. Неплохо. Вот этого давайте. Светилище. А, я вам даже больше скажу. Я даже светилище не открыл. Ну, я просто посмотрел, что там есть. Одна из первых. А, то есть ты как-то через Event Aristocrat открыл там? Можно... Да, да. Через компьютер. Через компьютер. Через компьютер. Так, ну, навигацию, наверное, вот теперь точно надо. Дипломата мы выбрали. Форум. Так, а что, у него тут не будет города, что ли, еще одного? Опять мы кого-то слышим. Да, у него тут нету городов почему-то. Ну, кстати, раз такое дело, наверное, можно тоже этих... Вокруг гарнизона... Как его... Стрельбище поставить. Карфагенса массового обосстания начались по городам. Где? У Перса? В обосставшихся городах... Карфагена? Да. Потому что семьи не любят, когда теряются города. Ну, никто не любит, когда теряются. Так, давайте, наверное, цитадель или крепость. Давайте вот здесь, наверное... А, это что? Ячмень. И вообще вот здесь можно крепость поставить. Прямо в лицо. А, это только... А, крепость требует соседства городских зданий, к сожалению. Ладно. Ну, два... Два городских здания должно быть вокруг. Наверное, можно вот здесь еще ферму, пожалуй. Дайте продадим. Пока так. Там 1800 надо, но потом... А, слушайте, давайте я этого поведу сразу к столице. Блин, тут бы к себе дорогу провести, на самом деле. Ладно, сейчас я похожу другими юнитами. Ну, то есть, можно марш взять. У меня тут куча приказов. Просто использую этого рабочего. Ну, а что, куда я их... Где? Вот у меня столица. Мне кажется, вот здесь можно будет строить. Как раз следующим ходом. Ну, если что. Посмотрим. Получилось сплотить армию. Плюс 620. Можно апаться. Спокойно. Теперь мне будет уже не хватать скорее... Железа. Карфаген захватывается. Не сам город. Ну, быстро, конечно. Карфаген захватывается. Это проблема, мне кажется. Спасибо, Бучерина. Спасибо за игру. Ну, вот я так и... Беспокоился, что... Его быстро заберут. Ну, армию, армию строим. Плюс храбрость, плюс мудрость. Не знаю, наверное, все-таки... Мудрость возьму. Я понимаю, что и военные очки нужны, но и... Мне кажется, я по науке отстаю. Вот видите, Египет сведущий и Перс сведущий. Мне кажется, они просто лучше меня по науке идут. Так, нет, за роастризм мы не будем. Способную дисциплину добавим. А то у меня была минус дисциплина. А так это я уже выбрал, по-моему, нет? Еще харизма есть. Я выбрал, мне кажется. Карфаген сдается на милость победителя. Это, типа, если выходишь из игры, то... Ну, там можно нажать, сдаться. Скорее всего, это именно эта кнопка. Все, ты меня все события прошли. А на агры. Так. Ашур у меня должен быть уже легендарным. Слушайте, кстати, а следующие уровни вот культуры после легендарного, они что-то дают? Ага, лимит деревень, лимит гаваней, плюс бонус от специалистов, которые за уровни культуры. Ну, бонус специалистов и... Черт, не могу я пантеон. Они дают больше. Ясно. Для пантеона священные, видите, тут мне вот этот город надо. Так, у меня все еще не ходят нормальные юниты. У меня медленно, но ходят. Это, наверное, суд тогда здесь. Так. Не, во-первых, я хочу дорогу вот тут. Почему-то... Такое ощущение, что он не считается за дорогу здесь. О, теперь видно, видите? Теперь дорога есть, хотя это район встречается. Ну, это типа по сети должны же ваши ходы передаваться, понимаешь? Всем сразу. И где-то затык происходит. Что есть за тык? Наверное, сервера. Так, ну давайте я, наверное... Сейчас посмотрю, могу ли я здесь... Вообще, можно еще... Да, нельзя. Вот тут я, наверное, постав... А, это... Так, стоп. Вот здесь надо стрельбить. Что-то просто слон стоит. Я думал, это юнит мой. Это ресурс, на самом деле. Не, знаете, я не буду апать. Так, а что мы добавили? Лаванду. Лаванда, по-моему, какой-то из семей. Да, вот это вот. Я понимаю, что вот еще высоко это, но... Дав лаванду, мы точно себя обезопасим от снижения. Да, зря, короче, хотел пантеон построить. Ну что, продолжим в Ашуре юниты. Тут цивиков, конечно, мало совсем. Ну, я бы еще анаграф строил. Следующим ходом навигация. Надо будет... Я даже не знаю, где беремые. И там, и там построить. Да, прошел на клетку назад. Вообще, увидел, сколько юнитов тут у Перса. Я на клетку вперед. Девять сила. Ну, не знаю. Мне кажется, вот этим оно все не берется у меня. Ну, то есть, здесь он на меня нападать будет. Стены у меня тут стоят. Рвы, конечно, не построены, но... Хотя, вон, в Катни я рвы строю. Давайте я тут лучше юнит буду строить. Блин, у Асири какие-то дебильные... Эти уникальные юниты. То есть, они чисто на осаду. Тараны, тараны и осадные башни. Не, ладно, пускай тут рвы будут. Я сейчас тоже тут в очередь еще рвы поставлю. А, тут построены. Тут рвы построены, получается. Да, тут рвы есть. Ну, не знаю. Мне кажется, тяжеловато будет нападать. Так, ну, вообще, мне нужны монастыри и... Храмы... Храмы... Ой, я незыблемый. В первую очередь, в этих городах священников. А... Это как раз как-то у меня не очень. Ну, потому что там плюс 20% к выхлопу этих... Так, есть храм в Дурширукине. Тут перебрасываем. Давайте вот сюда храм сделаем. Храм чисто за соседство с монастырем получает бонусы. Так что его просто надо с монастырем рядом ставить. Видите, плюс 20% соседним монастырям. Так, грека территорию открыли. Надо теперь к персу отправить будет. Да, кстати, надо бы у меня сплочение армии тоже делать. Продолжать. Какой ужас и следующий правитель не оратор. Зачем тебе на оратор нужен? Там много приказов идет от него. Блин, я не знаю, как приказы девать. Я постоянно просто куча приказов. У меня почему-то гнев от Карфагена. У всех осторожность, а с Карфагеном гнев. Ну да, есть такое. Костя огромной божественной твари. Гневуется. Так, появление мечников, появление лучников. Колесница. Наука. Давайте посмотрим, что у нас тут. Не, ну бесплатный придворный воин как раз я не хочу. У меня, в принципе, придворных, мне кажется, достаточно. Значит, у меня вот эти три. Доступные. Я бы хотел в лучников выйти метких. Поэтому, наверное, в поместье давайте. Тем более, тут вон на войну есть законы. Давайте поместье и, наверное, науку возьму. Плюс ход. Так, что я тут могу? Колонизация либо закрепощение. Колонизация. Можно покупать клетки. Бонус передвижения через реку. Затраты муштра. Закрепощение. Все города, фермы и пастбище плюс 20 продукции. О, ну я бы, честно говоря, колонизацию взял. Я, конечно, понимаю, что военные очки будут тратиться при этом. Но у меня, в принципе, я делаю проект правителя и они у меня появляются. Можно покупать клетки, мне это очень нравится. Давайте колонизацию примем. Что значит покупать клетки? Сейчас я проверю. То есть я сюда пойду. Я. Работает. Видите? Это крутая штука. Так, ну, в принципе, вот этих тоже клетки я смогу выкупить. Так, да. Давайте подумаем, где нам еще это надо. Где-то у меня тут были резы, я помню. Во, вот это. Давайте-ка сюда. По-моему, любым юнитом это можно делать. Да, видите, выкупилась пряность. Так, сюда можно губера. Так, а получше у нас нету, куда посадить. Только в кадеш, да? Блин, в Тарсе нужен гарнизон. Что-то я Тарс вообще забросил. Один из моих сильнейших городов. Но не строю там куча нужных вещей. Так, Одион построил. Давайте гарнизон поставим, чтобы губера можно было сюда отправлять. Вдохновляющиеся города плюс одна культура, процветающие деньги. Храня. Давайте вдохновляющие. Во всех городах плюс культура будет. Так. Суд. Игра предлагает здесь суд строить. А мне кажется, лучше... Или... Ну да, мне кажется, вот тут лучше. Так, сейчас смотрим, сколько беремы стоит. Восемь ходов. Блин, это что-то долго. Да и монахи как бы долго. Семь ходов. И может тут форум сначала. Ну просто, чтобы это больше цивиков, быстрее будет строиться. Священник младший тоже неплохо. Блин, мне бы вторую амбицию, чтобы я мог сразу понимать, что мне надо для победы. И сразу бы ускорил это дело. А, блин, здесь невозможно. Фак. Давайте вот здесь поставим, короче. Как раз стрельбище. Берем лес. Ну, тут как раз лучник стоит. Какие-нибудь клетки я хочу купить где-нибудь. Где-нибудь я еще ресурсы не дотянулся до ресурсов. Ну, вот серебро. Да, но это далековато. Есть вон. Ладно, давайте суд. Так. Каменоломни, наверное, пока хватит. Так, он подготовил юнит. Это не религия вообще работает. В стрельбе, как видите. Радиус 4. Он сейчас начнет обстреливать. Тут в защите, тут в защите. Так, я думаю, что надо купить железо. Тоже с помощью этих. И апать булавочников. Ну, опять, она вообще очень плохо распространяется. Он не сильно, это правда. У меня на самостоятельном всего начнет. Какая у них сила будет? 6 и 6. Но он наносит урон по нескольким юнитам, понимаете? Все города, карпагенца. Ммм. Семи. Да, Вера, в принципе. У кого 6 штук, а до 7. Да. Осталось 2. Осталось 2. Здесь. Тоже от 2 до 4. Так, ну я думаю, надо подводить. А, все, у меня закончились приказы. Ммм. Ну я бы, наверное, еще один приказ купил. Мне хватит как раз апнуть. Поэтому покупаем, так, 200 этих и один приказ. Мне 120 военных очков надо для апгрейда. Сколько у меня останется булавоносцев не апнутых еще? Колесницы, слоны. Один топорчик есть. И два булавоносца. С той стороны. Ну он, кстати, поставил скорее... Ну, например, вот эти на 4. Раз, два, три. Он никогда к их армии не дотягивается. Вот эти дотягиваются. Раз, два, три, четыре. Вот сюда стрелять. Ну не знаю. Я так, мне кажется, в защите все-таки себя хорошо чувствую. Потому что, смотрите, у меня 9,2 сила. Это чисто от... Ну, то есть, вообще 9 сила, да? 9,2 от семьи еще добавилось. Плюс у меня казарма... Плюс 25 процентов будет давать. То есть, это тут сила... В районе 12 получается. 12 силы. А он будет с атакой 6,6. Атаковать. Арбалетами. То есть, пока он тут подстреляет и прочее, я отойду, как-нибудь полечусь. Например. Не знаю, ну, короче, это надо смотреть в процессе. Так, харизма, храбрость, но недисциплинированный. Мудрость, харизма. Царевна Адати. Вообще, 31 год уже давно надо было, наверное. А он мастер... Давайте за мастера разведки, кстати. Почему нет? Отдадим. Мнение религии. Цивики. Нет, давайте, наверное, мудрость. Я думаю, для мастера разведки это то, что надо. О, давайте попробуем вот сюда клетку, досюда клетку выкупить. Так. И обработаем крабов. Так, здесь у нас храм. Это что у нас? Монастырь был. Отправляем в города священников. Там все надо строить, в первую очередь. Ферма. О. Сети. Так, здесь. Пряности. Казармы. Казармы. Давайте, наверное, дорогу отправлю делать. Вот так. 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 Этот стоит. Этот стоит. Слоника подвину. Просто это самые сильные у меня юниты в защите как раз. Кстати, укрепиться буду ставить. А он у меня в укреплении этот стоит. Вообще, я не могу вот этих интересного укрепления ставить. Пробудить отряд. Нету поставить укрепление почему-то. Абсолютно одинаковые отряды. Непонятненько. Ну, вот тут нету смысла в укреплении. Здесь, наверное, сюда просто поставлю, чтобы он... А, тут нету смысла его тренировать. Пока не буду назначать никого. И тут, получается, нету дорог. Блин, странно. Блин, странно. Продолжаем клетки тут выкупать. Интересно, если сюда выкуплю железо мое будет. Забавно. О, смотрите, куда перс перевел всю армию. Отсюда будет атаковать. Ну, видите, я рвы успею достроить. Кстати, может мне реально в центре городов не лучников, а... А нагры поставить. Я, наверное, кати профессиональную армию приму. Поместье открою, будет профессиональная армия. Это еще военных очков немерено. Ну, можно заканчивать, я думаю. Что-то я дольше всех хожу здесь. Ну, посмотрим. Лучники, лучники. У меня еще два булавоносца буквально осталось апнуть. Там можно секироносца тоже. А он, кстати, жестокий. Родился сын. Сплотили. О, у меня уже старенький. Правитель. Так, ну, давайте отходить и апать. Перс на первое место по очкам вышел, захватив карфаген. Ну, да, там чуть чудо разное. Так, чеканка монет. Купальни. Ну, запас ресурсов точно нет. О, украсть технологию. Вот это интересно. Не знаю, чеканка монет как-то так себе. А там сможет шпион красть тихи. Так, значит. Три. Так, у меня почему-то ивенки стал писать, что он даст. Видимо, я еще не готов ходить. Видимо. Так, мне вот интересно, я могу этого... Нет, у меня, кстати, вроде ходит. Если я сюда встану... Плюс, по-моему, вот этих можно улучшать, да, до новобранцев. Не, очень медленно ходит. Ходит, но очень медленно. Ну, да. Мечников 200 просто. Так, а этот просто за военные очки улучшается. Так, вот тут он встал, мне не очень нравится. Но, опять же, если он сюда будет высаживаться, у меня несколько ходов есть, чтобы... Ну, и плюс, я вот тут, видите, выкупаю клетки. Я думаю, что буду видеть... Его перемещение. Нет, никого я не буду вставить. Вот, выбираем... Мне кажется, профессиональная армия. Видите, меньше на создании, плюс два военных очка от казначейства. Это довольно много. Сейчас у меня плюс 69, а станет плюс 82. Цитадель. Не знаю, вот осадные башни, ну... Ближний бой, осадное орудие. Штурм. Может сделать хотя бы несколько, не знаю. А, вот пока еще анаграф. Ну, просто это не стреляющее, это ближнего боя. Именно для... Городов скорее. Поэтому... Смысл... О, за аэроастризм откровение произошло. Да, спустя столько лет. Здесь у них... Здесь произошло за откровение, что за аэроастризм фигня. Надо быть иудеями. Не похоже. Храм. Храм. Тут я гарнизон достраиваю. Ну, кстати, надо... Тут, конечно, тоже оде... Вот, кстати, вот я сюда и отправлю скорее этого рабочего. Это же, наверное, марш сделаю. Хочу... Быстрее театр сделать. Так, этот у нас бежит... Сюда. Что, добычу железа, наверное, организуем в этих местах. Так, храм. Я знаю, конечно, как воевать вот с такими лагами. Ну, вдруг получится. Так, то есть я анагар хочу сюда поставить внутрь. И сразу подготовиться. Так, здесь мы меняем местами. Тоже анагар внутрь. Ну, просто тут стены, рвы... Тут не будет убиваться юнит, пока стены не снимутся. Сюда встану. Так, анагары завершено. Ну, я бы здесь юниты продолжал строить. Хотя, командиры... А, давайте тут берем и построим. Будем хоть как-то противостоять на море. Так, тут рвы я завершил. Ладно, давайте лучника. Я думаю, что я в меткие луки выйду когда-нибудь. Все города у меня в иудаизме, да? Слушайте, а у меня в столице вообще... У меня есть монастырь. Храма нету в столице тоже. Ну, ладно, завершаем. О, сейчас у меня, смотрите, 5 приказов всего. Хотя плюс 49. Но я там, правда, маршировал одним юнитом долго. Блин, так хочется первому начать и... Вот эту... Ну, смотрите, это просто построенные юниты, не прокаченные. Вот видно уровни. Вот, например, второго уровня какого-то. Вот второго. А так это все первого. Ну, вот еще второго. Так, открыли территорию перса. Так. Ну, вот так. Просто вот анагры, они дают 50 против города, понятно Или оно не на территорию, подождите Да, взрывная атака с эффективностью 25% То есть, грубо говоря, если я по этому наношу силу 6,6 То по всем этим вокруг 3,3 И так можно, то есть, вот сюда кинул, потом сюда кинул И, например, сюда кинул, тремя этими, да И тут вокруг у всех проблемы Так, она у нас, мудрость, давайте дисциплину до нуля сделаем Чтоб проблем не было Чё-то вообще не ходит, да? Ходит, но прям супер медленно Так, там храм строится Тут храм строится Туда бежит Ой, грек решил Кусочек карфагена Интересно, он хоть успеет забрать, брат? Тебе, наверное, по-моему, храм можно и без монастыря строить Второй горы Попробую сюда, встан Нет Я говорю про место, где-то, которое на этом стоял Но ликс, надеюсь, забрать Да, можно храм Ну, вообще, мне, в принципе, не очень нравится Ты слишком все подъел здесь Не знаю, ты вполне можешь там повоевать с персом У него вся армия тут у меня стоит Чем он тогда убивал карфагена? Ну, так он вернул Одной пяткой Вернул Я не думаю, что Пожди, Бучерин Ты все еще тут? Я думал, ты уже ушел Не думаешь, он к тебе поведет армию Когда я тут стою? Так, вот этим Грек, если тебе нужен ликс, я могу тебе его оставить Я был бы не против, скажем так Хорошо, я его оккупирую, но ты его потом заберешь Да, кстати, вот это хорошая у них тоже механика захвата городов, мне кажется То есть, то, что, во-первых, не сразу твой становится И он, как бы, считается просто нейтральным несколько ходов И кто его будет удерживать в итоге, тему того он и станет Да, но все-таки было бы интересно, чтобы город хотя бы на одну культуру или на две падал Ну, да, да, культура вот эта странно Ключи, не знаю, не ходят у меня пока юниты на этот ход вообще Да О, Карфаген уничтожен На месте того города, который... Ну, там было место расчищено, на нем ставил юнит Карфаген уничтожен, вместо юнита появился лагерь Он выкатал еще пару войск Ой, юнита что-то там написалось еще в чате каким-то образом Поскольку юнита уже туда были отправлены ходить, они бьются еще со стены Лаги, это вкусно Не, ну это, конечно, какие-то прям дикие лаги Не знаю, может попробовать заново сейв как-то грузануть Ну так мы же так, по факту, сейва стартовали Нет, я имею в виду, сейчас сделать сейв Вот этот сейв Думаешь, будет разница? Ну не знаю, может как-то сконнектилось Тем более сейчас бучерина не будет, не знаю, вчетвером Как хрен знает Вот у меня просто сейчас ничего не ходит Жамкую походить Угу У меня ходит, очень медленно, но есть Завидую У меня слон походил, но через 2 минуты Ну вот я говорю, я отправил копейщиков атаковать О, купил клетку За это время он успел пасть Карфаген Уничтожиться армия Появится новое поселение варваров И после этого он ударил уже в стену Одному компу хорошо играть, да? Комп, наверное, да У перца царь Шапур прославленный Шампур прославленный Не хочу, не стремлюсь 10 старших Я хочу попытаться, чтобы мне, может, дали какую-то вторую амбицию Либо, наверное, умрет у меня этот царь И второй царь возьмет амбицию Потому что реально, на самом деле 10 старших специалистов Я немножко наврал, что их тяжело делать Мы их сможем просто ускорять за цивики, понимаете? И, ну, в каких-то городах строить, где много цивиков Каких-то ускорять, чтобы просто быстро этих младших Старших спецов получить И вполне можно будет, в зависимости от второй амбиции Можно вполне попытаться быстро закончить тут все Так, я хотел посмотреть, сколько у грека армии на границах Казначейство имеет смысл мне строить Потому что это военные очки дают И, соответственно, я быстрее военные юниты строю тогда А, блин, еще нету В следующем ходу, только гарнизон появится Ладно, давайте сюда спится А перст ни одного не построил Зато он все захватил О, поставилось Ну, это не серьезно Вдруг на тебя перст на пойдет Серьезно? А почему я вижу пару твоих городов? Каких? Афины и новая Афина Вот прям видишь? Там все подсвечено Да Интересно А, я понял, почему я их вижу У меня был ивент, что я их могу видеть Фига, у вас ивенты Да, кстати Всех ли я апнул? Давайте проверим Рабочие, рабочие, рабочие Апостолы Разведчики Анагры Хотя анагров уже 4-5 штук Молочники Не могу ли я колесницы апать случайно? Нет, не могу Слонов, по-моему, тоже Да Новобранцы Это я апнул Мечники, мечники Все апнуто пока Можем Сюда ставим Следим И анагар Бежит Хочу тут во сне вместо Разница Сон Это он просто всегда Невостребованный стоит А дозор Это если враг появляется То он просыпается Да, слушайте Покупка клеток Мне нравится Лечит юниты Ну, вот эта армия Мне кажется Улучшает Юниты Еще улучшил Ага Вот эта армия Мне кажется Давайте я тоже Тогда улучшу Смутьян На городскую С холма Мы на холме стоим? Нет, это равня Блин, у него какие-то повышения Так себе Стрельбище Крепость 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 Слушайте А у Египта А у Египта и Греции Даже Амбиции Что-то Никак не выполняются Что там у вас за амбиции Такие Ну, у меня Кстати, нет Это, кстати, вот эта амбиция Она Потому что если она прошлого То должна была сразу Как у тебя Нет, не прошлого Плюс К защите Если их посадить В этот город Миш, куда бы подогоню К минимум Персю По амбициям Ну, Перс К этому моменту Уже восьмую сделает Мне кажется Семь у него Долго А, в карки Миш Могу посадить Губера А вот у текущего Поветерка Неприятная амбиция Ты не понимаешь Вы же можете выбирать Как вы так выбираете Амбиции Что, типа, они вам Неприятные Ну, как Неприятные На ходов Там бывают Три неприятные А там можно Отказаться И подождать Пять ходов Ну, это Слишком сложная Механика Пользоваться Да, чаще Чем Чем никогда А? Да Да, почти Это слишком Сложная механика Она не слишком Сложная Она нормальная Правильно Ей пользоваться Наследник есть Так Во-первых Ставим сюда Выгоднее Откладывать В крепости Стоять Не Выпало У кого-то Стрельбище Тоже Котивитель Дает Пехота В обороне Так что Наверное Несмотря на то, что это стрельбище Я сюда поставлю Этого Когорту Мечника Тактику Тактику Военных действий Верховный советник Харизма К цивикам К военным Очкам К дисциплине Давайте Наверное К военным Очкам Добавим И Кстати Я думаю Надо продолжать Сплачивать Войска Ну тут Есть Укрепиться Вот Это задержка Да Вообще Ни хрена Ни ходит Просто Вообще Я могу Начать Просто Форты Тут Строить На своей Территорию Вот сюда Форт Бахнуть Почему Нет Так И Открыв Картографию Мы сможем Воровать Техи Да Просто Еле Еле Все Ходит Еле Еле Форт Один Ход Строится Кстати Архив Форум У меня Цивики Надо копить Если Я хочу Быстро Вот Эти Вот Эту Амбицию Выполнить Так Казначейство Я Выбил Войска Могу Занимать Я От тебя Войну Должен Объявить Считается Что Ты Не Запретил Я Не Могу Просто Так Вести Не Можешь Просто В Центр Города Вести Да Я Тык Он Говорит Надо Войну Объявляй Войну Потом Вышлишь Мир Ага Тебя Атакуешь Сразу Станет Не Очень Приятно А Сколько Фартов Интересно Могу Строить Неужели Сколько Угодно Так Суд Храм А что я не начал В прошлый раз Строить Интересно Так Тут Крабиков Крабиков Предлагает Тут суд Ну конечно Будет Амфитеатр Я бы Суд Сюда Поставил Тут Амфите Губера Минус 14 Денег Зато Все остальное Во Минус Вот этого Давайте Зашибись Паренек Минус Минус Продолжение следует... Все, улучшает и улучшает юниты. Ну, подойди. Персия, восемь амбиций. Всех по одному, кроме Персии? Ну, что там, до второго они скоро? Блин, у меня, оказывается, правителям уже ложатся. Есть такое. Ну, вот вообще-то это уже... Это уже странно. А что это, когда это произошло, интересно? В какой момент-то происходит? Хороший вопрос, потому что ивентов на это вроде нет. А когда, ну, по идее, это должно быть врожденное качество, а повреждение тоже... Ну, да. Детей он надел, вроде, нормально. Нужно пока переходит, она... Дипломат. Пьяница. Ну, шо, красиво, опять. Отец гей. Член правления. Так. Не знаю, образование стоит ли. Бесплатную беремму. Хотя, бесплатную беремму я, наверное, возьму. Пускай будет. Путь строгим, сострадательным, давайте. Так, бесплатную беремму. Вот так, и у нас открылась... Как что у нас открылась-то? Гражданство, картография. Значит, это три ремы. Гавань бесплатная. Значит, гавань можно строить и красить исследование можно. Вот этим давайте займемся. У кого? 240, 280, 380. Вау. А, блин, знания требуются. Так, нам надо менять, походу. Вот на эту. Хотя, подождите, тут плюс 5. Не понял, почему у меня не срабатывает. Минимальная. А, может, не срабатывает, потому что... Зарастризм. Сначала прошло озарение. Типа, я их обгоняю по техам. Потом искупление за то, что они зарастризм. Минимум компетентные должны быть, а не сведущие. Ясно. Зря открывал. Короче. Ну, типа, я так понимаю, что просто я не настолько по науке отстаю, чтобы выбирать вот это. Ну, естество-испытатель прикольно. Так, беремую я тут выбираю. В Тарсе. Нет, в Тушхане у нас беременно закончилась. В Тушхане у нас на прошлом ходу. Хе-хе. Искупление. Да. Иисусов много не бывает. Конечно, можно было бы еще до Тарки дейти нет. Это долго. Все, пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...